Всем привет! В этом видео вы услышите три притчи, которые навсегда останутся в вашей памяти. Может именно они помогут кардинально изменить ваши взгляды на жизнь. Инстардинг представляет. Притчи, которые изменят вашу жизнь. Первая часть. Король без пальца. Правил когда-то в Африке один туземный король. И был у этого короля верный друг. Они знали друг друга с детства, выросли вместе. И была у этого друга привычка. Странная привычка. Что бы ни случилось в жизни, он недолго обдумывал это и говорил «это хорошо». Однажды король со своим другом поехали на охоту. Друг, как обычно, заряжал ружья для короля. Дело ответственное. Ружья тогда были капризные, кремниевые. Друг ошибся. Одно из заряженных им ружей взорвалось, когда король собирался выстрелить в антилопу. И королю напрочь оторвало большой палец руки. Свита короля замерла в ужасе. И только главный виновник беды, верный друг короля, как и обычно, сказал «это хорошо». «Нет, это не хорошо», ответил король. И приказал посадить провинившегося в темную яму. Прошел год. Жизнь продолжалась. Король продолжал охотиться. Без пальца это, конечно, было сложнее, но приноровиться можно. Только ружья ему теперь заряжал специально обученный человек, который точно не мог допустить ошибки. Однажды в долгой охоте отряд короля встал на ночлег, не ожидая беды. В полночь лагерь взорвался криками и беспорядочной стрельбой. Проснувшись, король даже не сразу понял, в чем дело. Его, полусонного, повязали и вместе с остальными повели в чащу. Только тогда король рассмотрел нападавших. Нет, это были не подданные враждебного правителя. Это было просто племя людоедов. Пленников привели в лагерь. Королю, как самому знатному, выпала большая честь быть первым главным блюдом. Людоеды складывали костер. Короля привязывали к шесту. Привязали туловище. Привязали ноги. Стали привязывать руки и отпрянули. Загомонили. То племя очень серьезно относилось к выбору еды. Считалось, что тот, кто съест у вечного, вскоре сам станет таким же. У короля не было большого пальца руки. Короля отвязали и прогнали. Один он возвращался домой и горько плакал. Ему было жаль его слуг, оставшихся в лагере людоедов. И ему было жаль верного друга, который год назад сказал ему правду и за это просидел год в яме. Как только король вернулся в свой дворец, он первым делом спустился в темную яму, чтобы освободить друга. Ты был прав, сказал король. Ты был мудр. То, что мне оторвало палец, было действительно хорошо. И рассказал другу о случившемся. Я виноват перед тобой, сказал он, заканчивая рассказ. Я поступил с тобой плохо. Нет, спокойно ответил ему верный друг. То, что ты сделал со мной, это хорошо. Да что же в этом хорошего, вскрикнул король. Если бы ты не приказал посадить меня в яму, я был бы с тобой на охоте вчера. А у меня нет никаких увечий. Мораль. Вы не знаете, как повернуться события. И то, что сейчас кажется вам бедой, после может оказаться спасением. Все, что происходит в вашей жизни, только к лучшему. Все самые трудные и болезненные испытания подарят вам бесценный опыт, который в будущем принесет вам успех. Ноющая собака. Однажды человек шел мимо некоего дома и увидел старушку в кресле качалки. Рядом с ней качался в кресле старичок, читающий газету. А между ними на крыльце лежала собака и скулила, как будто бы от боли. Проходя мимо, человек про себя удивился, почему же скулит собака. На следующий день он снова шел мимо этого дома. Он увидел престарелую пару в креслах-качалках и собаку, лежащую между ними и издающую тот же жалобный звук. А задаченный человек пообещал себе, что если и завтра собака будет скулить, он спросит о ней у престарелой пары. На третий день на свою беду он увидел ту же сцену. Старушка качалась в кресле, старичок читал газету, а собака на своем месте жалобно скулила. Он больше не мог это выдержать. «Извините, мэм», – обратился он к старушке. «Что случилось с вашей собакой?» «С ней?» – переспросила она. «Она лежит на гвозде». Смущенный ее ответом человек спросил. «Если она лежит на гвозде и ей больно, почему она просто не встанет?» Старушка улыбнулась и сказала приветливым, ласковым голосом. «Значит, голубчик, ей больно настолько, чтобы скулить, но не настолько, чтобы сдвинуться с места». «Мораль. Мы часто говорим, что нас все достало, что надо что-то менять, но при этом, кроме нашего нытья, мы ничего не делаем». Рыцарь и дракон Шел рыцарь по пустыне. Долгим был его путь. По пути он потерял коня, шлем и доспехи. Остался только меч. Рыцарь был голоден, и его очень сильно мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро. Собрал рыцарь все свои оставшиеся силы и пошел к воде. Но неожиданно из-за дюны появился трехглавый дракон, который тоже направлялся к озеру. Подойдя к озеру, рыцарь сразу же выхватил меч и из последних сил начал сражаться с чудовищем. Сутки бился. Вторые бился. Две головы дракона уже отрубил. На третьи сутки упал дракон без сил. Рядом упал обессиленный рыцарь. Обеих очень сильно мучила жажда, но никто не в силах был доползти до озера. И тогда из последних сил дракон спросил. Рыцарь, а ты чего хотел-то? Рыцарь отвечает. Воды попить. Ну так и пил бы себе, отвечает дракон. Мораль. Сконцентрируйтесь на цели и перестаньте создавать проблемы на пустом месте. Спасибо за просмотр. Если вам понравилась данная рубрика, поделитесь этим видео с друзьями, подпишитесь на наш канал Инстардинг и обязательно поставьте лайк. Всем пока.